Отец Павел, мы вас очень просим, расскажите, почему нельзя сквернословить? Ну, во-первых, отношение к самому слову. В христианстве понятие слова имеет особенное значение. Вот что такое богословие? Богословие, теология, то есть Бог – Богос. Бог – Слово. Как? Энархиологос по-гречески начинается, первые слова Евангелия Теана. А давайте мы сразу Евангелие Теана зачитаем, да? Да. Вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть мы веруем во Христа, мы говорим, что Христос – это Сын Божий или Слово Божие воплощенное. Христос – воплотившееся Слово. Вот поэтому само по себе понятие Слова для нас очень значимо. Апостол говорит, что никакое гнилое Слово да не исходит из уст ваших. То есть само отношение к Слову должно быть благоковейным. От слов своих оправдаешься, Христос говорит, и от слов своих осудишься. То есть все время помни о том, что ты говоришь. Даже эти самые уголовники в своем этом самом… Пене, пене, аргоне. Да, в своем жаргоне, то говорят – следи за базаром. Вот. То есть они понимают значимость сказанных слов. То есть все время следи за смыслом того, что ты говоришь. Не потеряй. Вот. Но это что касается Слова вообще. А здесь мы соприкасаемся еще с одной… с одним явлением для нас очень значимым. Есть особенные слова. Вот такие слова, как слово «Бог». И на земле такие слова, как родители, отец, мать – это слова, ну, я думаю, что очень мало таких людей, для которых эти слова ничего не значат. Слово «мать» в общем для каждого человека очень значимо. Слово «отец» для каждого человека значимо. Это самые близкие люди. И, конечно, основное значение их в том, что через них человек воспринял жизнь. Бог дает человеку жизнь, но не просто, так сказать, непосредственно, а дает через своих родителей – отца и мать. И мы знаем, что такое материнство. Материнство – это великая вещь в нашем человеческом бытии. Мать рождает ребенка, мать носит его под сердцем у себя в течение долгого времени. Наконец он рождается. Рождается непросто, а для каждой женщины приходится претерпевать в муках. В болезнях будешь рождать детей своих. И, конечно, для матери дитя всегда является очень высокой ценностью. Это главные ценности в ее жизни. Муж и дети. И вот материнство – это выражение жертвенной любви. Потому что мать приносит себя постоянно в жертву своему ребенку. Ну и обычно мы так понимаем, что отец больше заботится о внешней стороне жизни. То есть как-то обеспечивает свою семью, и детей, и жену. А мать гораздо ближе соприкасается со своими детьми. Больше заботится именно о них. Заботится, когда они болеют. Когда у них какие-то несчастья бывают. Вот, конечно, это все материнская забота. И вот, когда мы говорим о материнстве, то имеется в виду все-таки и высочайший образ материнства. Это образ Пресвятой Бухародицы, Богоматери. Потому что она родила своего сына, Господа Иисуса Христа. И она понесла о нем не только все внешние заботы, скорби. Она стояла у его креста. То есть она приняла на себя самую высшую скорбь, которая только может быть у матери. Она видела смерть своими глазами, видела смерть своего сына. И вот есть с одной стороны материнство, а с другой стороны возникает такое удивительное слово, как матершина. Это тоже слово, имеющее начало в слове «мать». Но здесь иное отношение к матери. Отношение циничное. И когда человек произносит... Ведь все слова, которые, так сказать, мы называем матершинными словами, они что собой, что они выражают? Они выражают надругательство, над тайной рождения. То есть они ругаются над самим смыслом бытия. Вот у Лермонтов как своего демона определяет. И ничего во всей природе благословить он не хотел. То есть все, что он в природе видел, на все он смотрел с пренебрежением. Все это он воспринимал цинично. И вот эти слова, каждая из этих слов является надругательством над родом, над источником своего рождения. Поэтому, когда мы говорим, произносим вот такие слова матершинные, то мы, во-первых, отрицаем бытие как дар Божий. Во-вторых, мы отрицаем смысл материнства. То есть мы... Каждое вот из этих матершинных слов – это проклятие в адрес своей матери. То есть это издевательство над своим рождением. Поэтому, когда мы произносим матершинные слова, то мы соединяемся таким образом с источником отрицательного бытия. То есть с темной силой. Она отрицает бытие. Она ищет ничтожество и уничтожение. Потому что темная сила – это несущее то, чего по существу своему нет. Оно существует только потому, что Бог создал ангельский мир. Но этот мир отверг Бога, создавшегося, отверг Творца. И вот, когда мы произносим эти слова, то мы таким образом уподобляемся этим ангелам падшим, которые отвергают источник своего творения. Вот в этом сущность матершины. Это проклятие бытия и проклятие источника бытия, то есть своей матери. То есть это отвержение истины? Это отвержение бытия. Потому что сначала бытие, а потом уже истина, любовь, то есть все его качества. Истина, любовь, красота, вот это все качества бытия. А отвержение истины – это безумие? А? Это есть безумие? Человек, который отвергает истину или бытие? Человек, который отвергает бытие, он отвергает просто себя самого во всей своей полноте. То есть в рождении. Потому что бытие отвергнуть нельзя. Оно факт. Но факт можно отрицать. И отрицая факт, отрицаешь самого себя. То есть это безумие? Да. То есть отрицается отрицающий. Отрицается неотрицаемо. Как бы сказать? Да, отрицает то, что нельзя отрицать. Отрицаешь самого себя. И это вызывает какую-то особую энергию. Ведь почему люди матерятся? Матерятся обычно в состоянии ярости, злобы. А постепенно матершина, ну как-то так же, как, допустим, язык. Ну русский язык. Он постепенно развивается. Приходят новые слова, образуются новые слова. И вот точно то же самое с матершиной происходит. Матершина, она же не созданная раз и навсегда, вот язык. А это тоже развивающийся язык. Только если развивается, вот допустим, язык культуры, язык литературы, развивается как красота этой культуры, все большая и большая красота, то вот этот язык матершинный, он развивается как бы вот вглубь вот этого мрака. Он развивается, разрушая себя. И некоторые ведь изощряются в этой матершине так, что они становятся тоже прям-таки виртуозами. Некоторые говорят, ну вот бывает там в кино кто-то начинает материться, вместо матершины там, значит, музыка идет. Но потом видно, как из человека вышла огромная мощь энергии, вот этой отрицательной, злой энергии. И человек приходит как бы в себя после этого. То есть им овладевает темная сила. Через обращение к этой темной силе, вот к этому источнику отрицания бытия, вот, мы соединяемся с этим источником. Он начинает жить в нас. И мы начинаем обладать вот этой энергией, ну это нечто вроде вот обладения, обладения бесом, беснования, одержимость. То есть вот эта матершина может превращаться в одержимость. Как помочь человеку, вот, от этого избавиться? За собой просто. Тот, кто не читает Евангелие, не знает, что Бог это слово. Как помочь? Как вообще учти человеку? Да, как молодежи сказать, что вот это не нужно? В общем-то это, когда человек начинает матершиной, матершину использовать для того, чтобы выражать свое мнение, свои оценки, то язык обедняется до предела, он становится бедным. Вот тот язык культуры, на котором мы говорим, вот, человек его просто теряет, утрачивает. И начинает вот мычать только обыкновенные, там, не знаю сколько, два десятка слов. Как это у Ильфа и Петрова, это людоедка Эллочка. Она знала 20 слов, которые можно было выразить ей все чувства. Но у нее и чувства были небогатыми. Поэтому хватало этих 20 слов для того, чтобы выразиться. Как помочь этим людям, которые матерятся? Ну, я думаю, что надо им открыть богатство русского языка. Надо книжки читать, начинуть. А я думаю, надо молиться, когда с таким человеком рядом. Это остановит. Вот, и это самое, если человек может молиться. Хотя бы, Господи помилуй, говорите. Да. Слух? Нет, про себя. Я ломовала, да? А речь идет вот такой о крайней степени, вот, на совершенство. А вот современная, как на слово, это, по-настоящему, молодежь, это просто, что даже не русская речь или вообще? Да, утрачивается, утрачивается русская речь. Это долбанский язык в интернете. То есть это молодежь, она не разговаривает совершенно по-русски, совершенно по-русски. Да, да. Русский язык становится все более и более непонятным. Упрощенно. Да, как сказать. Сейчас у нас такое количество иностранных слов, что часто многие слова не понимаешь. И не только я не понимаю, а в словаре иностранных слов я этих слов найти не могу. Их нужно только уже искать в этих иностранных словарях. Ну и как теперь быть? Что касается, допустим, вот этого интернета, то там очень много слов, которых я не знаю и узнать очень трудно. Потому что идет тенденция к объединению вообще молодежи, они что-то понимают себя друг другом на разных отношениях, все идет тенденция на к этому. Когда-то была это, как это называлось? С ранней языком. Да, ранней между общениями. Они вот сидят и они понимают, что вот они выбирают определенный сантыр. Как это называлось? Я слова не вспомню. Помните, вот такой общий язык создавался? С эсперанто. С эсперанто, да. Вот. Создавался общий язык. Тогда он был искусственным. А сейчас он создается естественным образом. Благодаря вот... Сети интернету. Да, интернету. Напоминает это строительство новой Вавилонской башни? А? Нет, я думаю, это строительство новой Вавилонской башни, да? Да, да. Абукалипсис, по-моему, это идет. Что-то, что-то общее. Во всяком случае, мы теряем контакты с молодежью, мы теряем связи. Мы перестаем ее понимать. Она говорит на своем языке. А не культуру наследовать? Кто на интернетном, кто на модершинном, кто на каком. А нам-то что делать? Нет, но молодежь может говорить и на русском языке. Может, конечно. А нам вот очень динференцированно. Нельзя сказать... Молодежь, ну да, это уже, когда речь идет о разной молодежи. Молодежь очень разная. Но какая-то молодежь, значит, вот уходит в тупики. Да, и мне интересно, вот правильно вы сказали, что теряем... Мы не можем передать культуру. Уже нам трудно ее передать. Не передать. Да.